Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором развиваем инвесторское мышление, говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена, записываем ролики в немножко формате другом, рисуем, трактуем, смотрим, рассматриваем картинки. И сегодня, в настоящем видео, я хотел бы поговорить по поводу того, что будет с долларом, какие лично у меня ожидания по поводу доллара. И здесь это будет касаться, во-первых, краткосрочных историй, и, во-вторых, более долгосрочных историй, то есть, что непосредственно можно получить, чего стоит ждать. Поделюсь исключительно своим мнением, это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Вообще, при прочих равных условиях я не люблю работать с валютами и не занимаюсь спекуляциями, но здесь для меня является ключевым ответ на вопрос, да, какие для себя в приоритете выбирать активы прямо сейчас. У нас, соответственно, грядет 2024 год, здесь очень много президентских выборов, которые у нас ожидаются. И давайте посмотрим на это через призму того, о чем у нас говорит журнал The Economist. Что называется, есть некая такая гипотеза, связанная с тем, что каждый год журнал, который принадлежит Ротшильдам, он, соответственно, делает определенные ребусы, определенные загадки, что ожидать в следующий год, что и будет являться ключевым в следующем году. Такой посыл тайного правительства мирового на то, чего ждать в следующем году. Что-то сбывается, что-то не сбывается, что-то бывает понятным только после того, когда это происходит. Давайте посмотрим. Ну, я не собираюсь сейчас, на самом деле, трактовать, кто зашифрован, на какое послание зашифровано за иконами на 2024 год. Можете посмотреть это непосредственно, картинку в интернете. Мы тоже, соответственно, это прикрепим, чтобы вам это было более видно, наглядно в нашем видео. Но что для меня является ключевым и важным в этой истории, это часть, связанная, где у нас указывается английский фунт к евро, доллар к юаню и некий такой вопрос. То есть, видно некое такое падение. Причем, опять же, я не пытаюсь это растолковать, я вижу некий какой-то зашифрованный смысл, и каждый может на нем увидеть непосредственно свое. То есть, если... Давайте посмотрим поближе. Что здесь у нас получается? У нас получается, что падение. И падение кого-кому. И давайте непосредственно об этом поговорим. И это в продолжении темы, чего ждать от доллара, чего ждать от евро. И суть заключается в том, что происходит в настоящий момент, что предвыборный год в Соединенных Штатах Америки, как и в России, как и, может быть, даже на Украине, говорит о том, что в предвыборный год все должно быть достаточно стабильно. Стабильно должна быть валюта, стабильно должна быть экономика. Ни о какой рецессии желательно, чтобы не упоминалось, чтобы люди по кошельку своему, когда им нужно принимать решение, кто будет в следующие 4-6 лет возглавлять администрацию исполнительной власти, чтобы люди, соответственно, говорили, да, ну, как бы, неплохо было в предыдущие годы. Попозже немножко перейдем к выборам в России. Давайте посмотрим, что происходит в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки происходит ужесточение денежно-кредитной политики. По двум ключевым направлениям. То есть, первое, это повышение процентной ставки. И повышают достаточно агрессивно, то есть, фактически подняли там с 0,25, уже рост составил до 5,25, 5,5 процентов, да, эффективная ставка по федеральным фондам. Это очень дорого. То есть, для вашего понимания, что это значит? Это значит, что стоимость обслуживания денег выросла в 10 раз. В 10. Также сейчас вы видите на картинке, я, соответственно, это отдельно покажу. Это какова была процентная ставка в Соединенных Штатах Америки за последние 20 лет. И на что я хочу, чтобы вы обратили особое внимание. Что если вы сейчас взять 2023 год и отмотать 10 лет назад, посмотреть, какова была процентная ставка в этот период времени. Почему для меня важен 10-летний период, и даже не столько 10-летний, а промежуток времени где-то от 8 до 15 лет? Потому что в этот период шло, что печатание денег первое, беспрецедентное, да, то есть, очень активно печатались деньги европейским центробанком и американским. Тоже слайд, соответственно, вы видите сейчас перед глазами. Второе. В Соединенных Штатах Америки снижалась процентная ставка. К чему это привело? Это привело к тому, что многие очень компании, особенно развивающиеся компании, да, они брали кредиты под очень низкий процент. То есть, стоимость денег была там 0,25-0,5%. Для первичных дилеров, соответственно, для компаний эта ставка была там в районе 1,5-2,5%. Что происходит в настоящий момент? Почему мы берем этот промежуток времени в 10 лет? Мы берем его потому, что, как правило, выпуск облигаций осуществляется на 10 лет. И суть заключается в том, что облигации, которые были выпущены 10 лет назад, займы, которые были сделаны 10 лет назад, они сейчас погашаются. Причем они погашаются в условиях сжимающейся экономики, высоких процентных ставок, когда ипотека в Америке выросла, когда стоимость кредитования в Америке тоже выросла. Ребят, не только в России все это растет. В Америке выросло, в Европе выросло. Денег стало меньше, деньги стали дорогими. Им нужно погасить. То есть, они до этого 10 лет только проценты платили за обслуживание. А сейчас это надо погасить. И причем сейчас, это не вот прямо сейчас. Это и год назад, и полгода назад, и сейчас гатятся, и через полгода будут гаситься. И суть заключается в том, что у них денег для того, чтобы погасить свой долг, нет. И облигации, которые они погашают, они должны сделать новый выпуск облигаций. То есть, они должны прийти на рынок и сказать, «Ребят, мы вот 10 лет гасили, мы были дисциплинированными заемщиками, дайте нам еще денег, мы вам погасим то, что вы до этого держали, да, и еще немножечко, чтобы обслуживать долг». К чему это приводит? Это приводит к тому, что это нужно не только корпорациям делать, это еще нужно и правительству делать. У правительства Соединенных Штатов Америки государственный долг за эти 10 лет вырос там с 10 триллионов долларов, да, до 31 триллиона долларов. То есть, он увеличился практически в 3 раза под дешевый процент. И какой-то из этих долгов, да, его нужно гасить сейчас. И правительство, у них дефицит бюджета, и стоимость обслуживания долго растет. И правительство говорит, а давайте вы купите облигации. А что получается? Проблемы возникают. Никто не покупает. Китай перестал покупать облигации правительства Соединенных Штатов Америки. В Японии там что-то пыжится, в Европе немножко пыжится, да. Но все новые выпуски облигаций, они прям, даже с высокими процентными ставками, возникают сложности. А что говорить о корпорациях? То есть, мало того, что вы рефинансировать не можете, у вас еще стоимость рефинансирования не полтора процента. То есть, в текущий момент при ставке 5,25, 5,5, то есть, вы должны предложить премию, потому что за эти деньги будет правительство занимать. Оно как бы более надежно. То есть, вам нужно, соответственно, занимать под 8 процентов. И одно дело, когда у вас был долг к 1 миллиард долларов, по которому вы платили 1 процент, 100 миллиардов долларов, да, по которому вы платили 1 процент, это был миллиард. У вас долг остался тот же самый миллиард, но теперь вы должны платить не 1 процент, а 8 процентов. 8 миллиардов. А экономика сжимается. А ставка кредитования высокая. А потребитель не покупает ваши товары, потому что у него кредитный рычаг уменьшился. Он не покупает в кредит. У вас падает выручка. У вас вообще нет чистой прибыли. Вам не с чего обслуживать долг. Вы еще на рынке долго за деньги конкурируете с правительством, которому тоже нужны деньги. И к чему это приводит? Предвыборный год. Компании могут обанкротиться. И тогда возникает вопрос, электорат это не может не понимать. И менеджмент это непосредственно понимает. И поэтому это к вопросу о том, что скорее всего, если посмотреть, что мы наблюдаем в настоящий момент, вот разбить раз, два, три, четыре, пять. По сути, пять периодов. Год. Волнами снижение. Снижение валютных пар, да? Доллар, наверное, по отношению к иене. И евро по отношению к фунту. Я так думаю. Я так предполагаю. В чем будет причина? В том, что нужно снижать процентные ставки. Нужно снижать процентные ставки в Америке. Нужно снижать процентные ставки в Европе. Нужно продолжать печатать денег. Другого выхода нет. Начало смягчения денежно-кредитной политики. То, что еще дадут ликвидности. Еще напечатают столько, сколько нужно. Это приведет к тому, что мы будем заходить в 2024 году. Мы будем заходить, скорее всего, в новый сырьевой цикл. Новый сырьевой цикл – это период, когда количество денежной массы будет увеличиться. Количество долларов будет увеличиться. Снова будет включен печатный станок. А процентные ставки будут снижены. Потому что и правительству нужны деньги. И компаниям нужны будут деньги. Их нужно непосредственно рефинансировать. Ключевым покупателем здесь будет выступать, наверное, Федеральная резервная система. Причем не только для правительства, но и для частных корпораций. Как и сейчас уже является Центральный банк Японии. Фактически покупателем последней станции для всего. То есть Центральный банк Японии покупает все. Он покупает и облигации. Он покупает и акции, и паевые фонды. Это биржевые паевые фонды. Он все покупает. Потому что больше покупателей нет. Соответственно, на этом фоне, что можно ожидать? Что сам доллар будет ослабевать. Рынки, соответственно, могут подрасти. Если мы говорим про S&P 500, можно говорить о том, что будут достигнуты значения в районе 5000 пунктов по S&P 500. В том числе достижения. Ну, давайте мы про рынок американский поговорим отдельно. Если хотите, чтобы я там обсудил отдельно американский фондовый рынок с декабря 2023 по следующие 12-13 месяцев, напишите комментарий по данному видео. Наберем более 500 комментариев. Соответственно, я отдельно запишу этот ролик. Будьте более активны, если тема эта непосредственно интересна. Мы же все-таки возвращаемся к доллару. То есть, о чем это говорит? О том, что доллар по отношению к ценам на сырьевые товары, он будет, соответственно, слабеть. Это касается золота. Ну, то есть, три вида золота. Три вида золота, которые я называю в настоящий момент. Первое – классическое золото. Второе – белое золото. Это, соответственно, никель. Третье – это черное золото, непосредственно нефть, сырьевые товары. Как в этом плане это соотносится с курсом рубля? На курс рубля будет влиять несколько факторов. То есть, первым фактором является, ну, наверное, малозначительным, но, тем не менее, все равно он окажет определенную поддержку рублю. Это ставка центрального банка. Ставка центрального банка. Вот в этом видео мы, соответственно, говорили о том, что в декабре можно ждать ее увеличения до 16,5-17%. Опять же, к чему это приведет? К тому, что будет спрос на рубли, который можно будет размещать краткосрочно на депозитах. Второе – это, соответственно, административные меры, которые принимаются, связанные с тем, что экспортеры должны продавать валютную выручку. И не просто, как это раньше было, продавать валютную выручку. А они должны еще и предоставлять план по продаже валютной выручки. Потому что что происходило, когда был подписан указ о продаже валютной выручки? Валютная выручка приходила в Россию. В Россию она продавалась и тут же обратно через день-два покупалась назад. Задают вопрос. Экспортер продал валютную выручку? Да, шеф продал. Вот отчет, вот я продал. Молодец. А с курсом ничего не происходит. Доллар по-прежнему продолжает укрепляться. И непонятно, что же это такое. Ну, то есть, если у нас пришло столько валюты. Все отчитали, что они ее продали. А курс продолжает расти. Что происходит? А потому что на следующий день или через неделю идет обратная история. То есть, они же вот что продали, обратно купили. И поэтому сейчас сказали, что вы, ребят, не просто у вас есть продажи валютной выручки. Вы не просто должны продавать. Вы должны нам предоставить информацию, как вы в принципе будете в дальнейшем оперировать с той валютой, которую вы получаете. Чтобы, соответственно, поставить под контроль, чтобы это не было продажа, покупка. Это была полноценная продажа. Что нужно сделать? Фактически, то есть, какова мера? Мера связана с тем, чтобы увеличить количество валюты. Количество валюты, которое непосредственно предлагается на рынок и сократить спрос. Потому что спрос на импорт очень высокий. Ну, то есть, когда вы управляете валютным курсом, что вам нужно сделать? Сделать привлекательным сохранение в рублях. Раз. Два. Увеличить объем предложения валюты на локальном рынке. Третье. Сократить спрос. То есть, соответственно, когда происходит повышение процентной ставки, то в этом случае происходит в отношении спроса и предложения валюты. Продажа валютной выручки увеличивает предложение, но оно компенсируется продажей импортерами. То есть, это компании, которые работают с Китаем, которые закупают импортное оборудование. То есть, они, соответственно, покупают за рубли, покупают валюту. И эту валюту, соответственно, дальше ведут. И за валюту покупают импортные товары. И увеличение ставки ЦБ приведет к тому, что, соответственно, население будет сжиматься, будет меньше тратить, а кредиты будут дорогие, ставки будут привлекательными. Люди скажут, ладно, подожду я этого китайский автомобиль, куплю в следующем году, когда ставка будет пониже. Ладно, не нужен мне сейчас новый телевизор, да, куплю его чуть-чуть попозже, потому что, ну, ставка реально прикольная, ставка вкусная, ставка там 15-16%, куплю попозже. И это, соответственно, уменьшает количество желающих купить импортные товары. И мы получаем вот в этом балансе спроса и предложения на валюту. То есть до выборов экспортеры все будут продавать, отчитываться, да, не покупать назад. А импортеры начнут покупать меньше. Увеличивается объем предложения, вернее, предложения сверху, да, желающих продать валюты много, желающих купить не так много, да. И это, соответственно, приводит к краткосрочному. Опять-таки, как раз до выборов это приводит к тому, что приводит к укреплению национальной валюты, да. И поэтому, если говорить, там, многие в меня кидают помидоры, да, что этот клоун обещал доллар по 80, да, то есть 80 никогда не будет, будет 120, 130, 150, 200. Смотрите, вон Диму рассказал, будет по 300. Окей, ребят, не претендую, да. Да, я вам пытаюсь здесь высказать свое собственное мнение, что, на мой взгляд, влияет. Поэтому получается, что факторы, которые были раньше, и основной фактор, который позволял влиять на валютный курс внутри России, это были золотовалютные резервы. То есть, когда у нас образовывалась ситуация растущий спрос на доллар, у Центрального банка, я уже неоднократно про это говорил, да, у него был инструментарий, у него были просто доллары. И вот, ребят, бежите вы толпа, ну, все бегут, и я бегу, да, покупаю доллары. Окей, выходит Центральный банк, вот с таким объемами валюты, говорит, вот, выше этого уровня не пойдете, да, вот сколько надо вам валюты, столько я вам и продам. И бьет по всем этим покупателям, да, и, соответственно, цена не может пробить уровень вверх. Очень большой объем на продажу стоит, и все, и постепенно ажиотаж гасится, 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 да. То есть, ну, купили валюту, ну, что с ней делать? Ну, за границу съездили, ну, что еще сделать? Непонятно, что дальше делать, да, импортные товары, ну, все, купили, что дальше? Все. А валютная выручка продолжает идти, нефть продолжает продавать, минералы продолжают продавать, уголь продолжает продавать, электроэнергию продолжают продавать, то есть валюта по-прежнему начинает приходить, но на нее спроса уже нет, и цена падает. В этот момент Центральный банк восстанавливает свои резервы, которые были потрачены для защиты какого-то определенного уровня. Некий такой демпфер, да, который использовался. Что произошло в 2022 году? Деньги УЦБ заблокировали, и, соответственно, ему, чтобы прийти на рынок и встать с вот этими объемами, у него нет. Ну, то есть, у него этих долларов нет, он фактически их не может продать. И тогда получается, что надо влиять тех, у кого эти доллары есть, на экспортеров, да, то есть, чтобы эту роль выполняли экспортеры. Если экспортеры начинают баловаться, ну, то есть, во-первых, надо влиять на экспортеров, второе, вот эту вот толпу бестолковую, которая берет и покупает доллары там по 99-120, соответственно, увеличить комиссии, ограничить объем вывода за рубеж, установить лимиты на снятие, установить внутренний валютный курс в банках, да, чтобы он был невыгоден для того, чтобы вы спекулировали, зарабатывали на валютном курсе. К чему большая вот эта вот предыстория была относительно Центрального банка, что когда этот инструмент выбили, то остались некие административные меры, которые начинают применять. А административные меры, просто даже сама их по себе, их реализация, она растянута по времени, да, и поэтому у нас получается, что это не в моменте происходит управление, а оно является более длительным и более затянутым по своему эффекту. Не мгновенно происходит, а постепенно, да, и таким образом вот можно говорить о том, что административные меры, которые приняты, они будут сказываться, сказываться будут не только до выборов, но, скорее всего, и после выборов какой-то определенный промежуток времени будут сказываться. Опять же, говорю, что ставка Центрального банка будет влиять на это очень сильно. Нужно не забывать при этом, да, что у нас доходная часть бюджета в том числе зависит от курса доллара. Почему я считаю, что ставка Центрального банка снизится? Потому что иначе с высокой процентной ставки вы забиваете импорт. Ладно, хорошо, у вас экспортеры вернутся в марте-апреле, они у вас вернутся, да, и не всю выручку будут продавать, перестанет действовать этот запрет. Вопрос, будет ли у вас восстановление импорта? И через что будет восстановление импорта? И восстановление импорта должно быть через физических лиц. То, что вы будете увеличивать государственные расходы на оборонку, да, это какое-то влияние непосредственно окажет, но вам важно, чтобы толпа начала покупать, по-прежнему восстанавливался спрос. И поэтому по инерции еще какое-то время доллар или может стоять на месте на уровне 80, да, или он может быть вообще, я сейчас скажу какую-то страшную вещь, да, что мы можем увидеть доллар там и ниже 80, по 70, 75, да, потому что опять-таки будет влиять процентная ставка и каким образом себя будет вести Центральный банк. Я поделился своим мнением, что с долларом. Вы если не можете согласиться, можете не согласиться, хорошо бы, если бы вы свое несогласие написали в комментарии, еще и аргументировали его, потому что будет основанием для того, чтобы записать новое видео. Вопрос стратегии. Что со всем этим делать? Какую выбрать стратегию? Хороший закономерный вопрос, который требует практически немедленного ответа, но он будет в следующем видео, поэтому подпишитесь на канал, обязательно колокольчик, чтобы получить уведомление о выходе новых видео. Оставьте свой собственный комментарий и в следующем видео поговорим, какая же стратегия может принести хорошие плоды, если то, о чем я говорил, вы это поддерживаете, вы считаете, что это имеет под собой какие-то основания, что здесь достаточно логичная история, что же делать нам, простым людям, каким образом это использовать себе во благо для того, чтобы заработать. На этом все. Пока-пока и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok